Здравствуйте, я Стив Келли, это моя жена Шерон. Вместе мы служим пасторами в церкви «Волна» Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы смотрите нас каждую неделю и даете возможность нести послания жизни в ваш отель и в ваш дом. Как сказал Стив, я очень рада, что вы смотрите нас сегодня. У меня есть послание именно для вас. Я молюсь, чтобы во время просмотра этой программы Господь говорил к вам. Спасибо. Итак, я хочу поговорить о жизни Марии. Я уже учила о Марии ранее, но сегодня я хочу взглянуть на ее жизнь под немного другим углом. Мне очень нравится жизнь Марии, Матери Иисуса. Давайте начнем с первой главы Евангелия от Луки. Библия говорит, что на шестом месяце беременности Елисаветы, сестры Марии, послан был ангел, говорил от Бога, в город Галилейский, называемый Назарет к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». И 34 стих. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Знаете, что я узнала о жизни? Это будет первый пункт. Жизнь бросает нам крученые мечи. Жизнь бросает нам крученые мечи. Даю гарантию, что сумеем и повернуть время вспять, а мы все равно не сможем этого сделать, так что остается только предполагать. Мы узнаем, что у Марии, которая была еще подростком, были мечты и видения. Я уверена, что она была еще юной девочкой. Мы точно не знаем, сколько ей было лет, но, вероятно, всего 14. Я уверена, что у нее были мечты и видения на свою жизнь. На тот момент она была помолвлена с Иосифом. Евреи всегда пышно отмечали праздники. Я уверена, что Мария уже мысленно планировала свою свадьбу, мечала о своем доме, мечтала о будущей семье. Помните, что еврейский народ 400 лет ждал своего Мессию? Мария была воспитана в еврейских традициях и знала, что Мессия, Спаситель, скоро грядет. Но я не думаю, что она предвкушала это событие или думала, «Я буду беременна Мессией, вы что, шутите?» Она планировала свою свадьбу, представляла свой будущий дом и своих будущих детей, собирала своих подруг и делала все то, что девушки обычно делают перед свадьбой. И тут совершенно внезапно, фух, приходит ангел. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Что ты такое говоришь? Только представьте себе ее мысли. «Я помолвлена, я планирую свадьбу. Как я окажусь беременной?» Что? Что? Церковь, я знаю, что жизнь бросает всем нам крученые мечи. И вы спрашиваете себя, что я здесь делаю? Я вообще не представлял свою жизнь такой. Я видел ее другой, без стольких испытаний, с меньшим давлением, больше чудес, больше радости, больше денег, больше повышений, прекрасный муж, где же он? Идеальные дети. Да? Правда, ведь это так? Стоит ли углубляться в эти принципы еще раз? Все это нам прекрасно знакомо. Я вспоминаю Холли и Вагнер, большого друга нашей церкви. Ей диагностировали рак. Бум! А вот он, тот самый крученый мяч, неожиданный. Но, подобно Марии, призванный выносить послание, выносить его физически, мы все призваны нести послание. Все мы, те, которые приняли Христа, все призваны нести послание. Итак, Холли оказалась в онкологии в Центре по борьбе с раком. Это было не самое прекрасное место. Однако Холли понимала, что несет послание. Мне был брошен крученый мяч, поэтому мне нужно принять решение, что я с ним сделаю. Я вспоминаю свою жизнь. Будучи подростком, мне пришлось пойти в определенную школу. За месяц до этого была построена другая, совершенно новая школа. За месяц до того, как я должна была пойти в эту новую школу, оказалось, что ее еще не достроили. Поэтому меня отправили в другую. Когда молодой человек переходит в другую школу, особенно в старших классах, этому всегда сопутствуют тревоги, предчувствия, разные страхи. Я помню, что решение принималось в последнюю минуту. Мне пришлось искать для этой школы другую униформу. Перемены затрагивали многое. Мне был брошен мяч. Но именно в этой школе один из учеников рассказал мне об Иисусе. Я хочу, чтобы мы видели Бога в крученных мячах. У Марии был послан огромный мяч. Вот это да! Что происходит? Со всеми нами что-то происходит. Я должен принять это. Должен переоценить всю эту ситуацию. Я прошу вас видеть в этом Бога. Мне нравится ответ Марии в 38 стихе. Она сказала, «Се, раба Господня». Она выслушала все, что ей сказали, и ответила, «Се, раба Господня». «Да будет мне по Твоему Слову». И отошел от нее ангел. Церковь, я говорю вам сегодня утром. Молитесь Богу так. «Да будет мне по Слову Твоему, Боже. Да увижу я Тебя, как моего Спасителя, моего Целителя, моего Освободителя, моего Утешителя, мое будущее и мою надежду». Второй пункт. Не упустите момент. Жизнь полна удивительных, потрясающих моментов. Евангелие от Луки, 2 глава, 42 стих. Библия говорит, «И когда Он, то есть Иисус, был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, 46 стих. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. Через три дня я бы вцепилась сыну в шею, особенно если дело было в путешествии». Наши дети уже взрослые. Они не всегда думают, что говорят. В начале года на семейном отдыхе двое из них пошли на пробежку и спросили, «Мам, пойдешь с нами на пробежку?» Я ответила, «Нет, я не бегаю, мои ноги не для бега». Они посмотрели на меня и сказали, «Но мама, может, если ты будешь бегать каждый день, твои ноги станут беговыми?» Это смешно. Я ответила, «А кто вас спрашивал?» Я вообще вашего мнения не спрашивала. Ну, они так часто делают. И так я и бегаю. Вместе с ними. Жаль, конечно. 51 стих. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Один из стихов, который мы не прочли, был о том, что Мария и Иосиф рассердились на Иисуса. Ему было 12 лет, это еще подросток. Поднимите руки родителей, у которых есть дети такого возраста. Я говорю, «Вашу жизнь, любовь, благодать и милость». Итак, Мария начала видеть уникальность этого мальчика, своего сына. Это был еще один кусочек пазла. В суете необходимости путешествия в Иерусалим и обратно она пережила момент. Жизнь полна моментов. Порой мы понимаем, что живем в суете. Мне преднамеренно просто так получается. Хочу бодрить всех, не только родителей. Есть моменты, которые Бог привносит в нашу жизнь, чтобы мы остановились и задумались. Иногда мы просто озадачены. Я ничего не понимаю. Я не знаю, что происходит. Господи, помоги мне, пожалуйста. Вот такие вот моменты. И я уверена, что увидев, как учителя сидели с их сыном Иисусом и задавали ему вопросы, Мария с Иосифом подумали, что здесь происходит. Для чего им сидеть со школьником? Но Иисус был там. В этот момент родители начали видеть Его в будущем. Мама и папа начали видеть то, для чего Бог готовил Иисуса. Это была ясная картина. Родители и подростков, я уверяю вас, Бог использует вас для того, чтобы подготовить ваших детей, чтобы вести и питать их. Эти дети подарят вам моменты. Я не хочу, чтобы вы их пропустили. Но даже если вы не родитель, Бог дарит вам моменты. Были ли у вас такие моменты, когда вы думали, Бог, мне кажется, что ты что-то мне показываешь, но я не до конца уверен, что ты делаешь. Мама и папа не понимают, как новорожденный подрастает прямо у них на глазах каждый день. Я не замечаю этого роста, но он происходит. Конечно, я вижу это. Я беру ребенка полгода спустя и понимаю, насколько он вырос. Как это, когда ученик младших классов превращается в молодого человека или девушка прямо у вас на глазах? Это удивительно. Порой мы так увлечены американскими горками эмоций, которые сопровождают воспитание детей, что не успеваем уловить момент. Иногда вы переживаете особенно сложный период со своими детьми. Я ободряю вас, мамы и папы. Зайдите в комнату к своим детям, когда они спят. Нет более ангельского зрелища, чем спящий ребенок. Это правда. И не важно, какого он возраста. В этом что-то есть, когда вы смотрите на этого человечка. На днях я наблюдала за Джеком. Я иногда присматриваю за ним. Он живет в мире своих фантазий. Несколько недель назад мы с ним отправились в мир Диснея. Мы вышли во двор. Одно из садовых кресел было перевернуто, и Джек использовал его вращающееся круглое дно как руль. Он сказал, «Давай, Шэйзи!» Он зовет меня Шэйзи, знаете ли. Он сказал, «Давай, Шэйзи! Садись на автобус!» Вокруг стояло несколько сидений. Я села на одну из них и спросила, «Куда мы едем?» «В мир Диснея!» «Отлично!» «А кого мы встретим?» «Мы встретим Микки Мауса, Гуфи, Дэйзи!» Мы остановились, вышли, и Джек притворился, что он Дэйзи. Он любит говорить голосами разных персонажей. Тогда я сказала, «Здорово! Хочу крепко-крепко обнять Дэйзи!» Джек бросился на утек, а я бегала и догоняла его. Это было очень весело. Очень весело. Порой мы упускаем эти моменты. Действительно упускаем. Если слишком заняты или не фокусируем взгляд и внимание на том, что Бог поместил прямо перед нами. Пару недель назад был мой день рождения. Мы собрались всей семьей и смотрели домашние видео, которых мои дети никогда не видели. Мои родители снимали их, когда те были маленькими. В те времена все снимали... Все снимали на... Какие-то устройства... Они уже устарели. Как они называются? Видеокассеты. Точно. Мы смотрели на малышей на видео. Могу сказать, что их личности и то, что они делают сегодня, просматривались уже тогда. Но мы еще этого не видели. Переживая момент, вы порой его не замечаете. Самое прекрасное видео то, что сегодня вы можете что-то заснять и пересмотреть в ту же минуту. Но в то время мы сидели, смотрели и думали, это невероятно. Вместе со Стивом мы вспоминали это время и видели личности наших детей. посмотри, посмотри, как они общаются, посмотри, что они делают. Точно так же, как личность Иисуса была видна уже тогда. Я вдохновляю вас не упускать эти моменты. Найдите чудо, поразмышляйте подольше, примите решение увидеть Иисуса в вашей жизни. Возможно, у вас сложная ситуация на работе, сложное время и напряжение в семье. Возможно, у вас трудности со здоровьем. Все эти вещи могут овладеть нашей жизнью, если мы им позволим. Но, знаете, мы можем не поддаться. Мы можем войти в этот океан, встать на доску и поплыть, или просто сесть и захлебнуться. Удивительно, как легко можно наслаждаться жизнью. Я говорю не только о матерях или родителях, я говорю о нас, как о верующих. Бог хочет войти и действовать в жизни каждого из нас. Порой мы просто должны отступить назад и увидеть Бога в своей ситуации. Номер три. Очень важно, с кем вы проводите время. Очень важно, с кем вы проводите время. У Бога есть план и цель для каждого человека. Но вот что говорит Слово. Бог созидает нас вместе. Иисус – краеугольный камень, и Он созидает нас вместе. Это означает, что вместе мы воплощаем цель и предназначение нашей жизни. Сегодня культура кричит нам совсем противоположное тому, что говорит Слово. Церковь, хочу вдохновить вас держаться за культуру Царства. Когда мир говорит что-то противоположное, не нужно задумываться, раз уж так все пошло, нет! Слово Божье – это Слово Божье. Оно истинно и непоколебимо. Абсолютно непоколебимо. Нам нужно держаться за Него. Поэтому нет, я не буду преклоняться пред Богом этого мира. Евангелие от Луки, первая глава. Встав же Мария в Одниси, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнилась Святого Духа, и вскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Другими словами, Бог совершает в жизни Марии то, что она еще не до конца понимает. Ее кузина Елисавета вынашивала Иоанна Крестителя, с кем она решила поговорить. Не с тем, кто скажет ей, «Что, ты беременна Богом? Ты что, шутишь?» Она пошла к тому, кто понимает, что совершает Бог в ее жизни. Когда у нас что-то происходит, мы слишком часто бежим не к тем людям. Они не вдохновят нас быть теми, кем мы призваны быть. Они испортят нам настроение, скажут, что мы сошли с ума. Кем ты себя возомнил? Кому бежите вы? Кем вы себя окружаете? Я очень часто задаю людям вопросы, поскольку я по-прежнему мать и родитель взрослых детей. В нашей жизни наступил новый сезон, внуки. Поэтому я спрашиваю людей, «Как вы себя ведете с внуками? Как вы справляетесь с ролью свекрови? Как справляетесь с ролью матери взрослых детей?» Я собираю информацию. Я не думаю, «Так я такая, как есть. Слишком плохая». Я говорю, «Нет, Бог!» Я хочу быть как можно лучше. Я хочу созидать свою семью. А это значит, что я каждый день буду встречать новые вызовы в своей жизни. Иоанна 19, 26. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей жена, «Се, сын твой!» Потом говорит ученику, «Се, матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иисус был единственным, кто мог позаботиться о своей матери. Но он также устроил ее к тому, кто поведет ее туда, куда ей нужно пойти. Он понимал, что его мать будет переживать страшную, невероятную трагедию. Я очень люблю ее и хочу удостовериться, что она будет там, где ей нужно быть. Мне очень нравятся эти стихи. Они записаны в книге Деяний, 1 глава, 12-14. «Тогда апостолы возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. Иисус был распят, умер, воскрес и уже вознесся на небеса. В расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Да, Мария, ты это сделала. Не ты задумала себе такую жизнь. Это был план и цель Бога для тебя. Мы видели тебя. Мы видели тебя. В самом начале и видели в самом конце. Это был Божий план. Были и высоты, были и падения. Но ты оставалась с правильными людьми. Они говорили истину в твою жизнь. Мы видим Марию у истоков ранней церкви, когда вот-вот сойдет Дух Святой и преобразит их жизни. Мария там. Она не огорчена, не обижена. Ее сердце не разбито от того, что она услышала. Конечно, она скучает по своему сыну, но она понимает, Бог, ты был в моей ситуации. Ты всегда был рядом. В эти выходные у нас были пасторы Пол и Гейл Энанша из Австралии. Прекрасные друзья. Они были в церкви, в которой спаслись мы со Стивом. Это было... Так, кажется, это было... 32 или 33 года назад, но я помню все, как будто мы говорили вчера. В нашей жизни многое происходило. Мы пытались разобраться, на что похожа жизнь после замужества. Мы находились в собрании верующих, и они тоже были его частью. Я помню, что они были там по замыслу Бога. Они сказали нам слова, и только по этой причине сегодня мы стоим здесь. Позвольте бросить вам вызов. Кто говорит в вашу жизнь? Каким голосам вы позволяете звучать? Они определят. Будете ли вы подобны Марии? Я справилась, Иисус! Я здесь? Или нет? Аминь. Я молюсь, чтобы вы радовались этому посланию. Зайдите на наш сайт и сообщите, что вы смотрели нас сегодня. Я буду рад послать вам подарок. Спасибо за то, что смотрели нас. Я бы хотел помолиться с вами сейчас. Если это послание говорило вам, и вы знаете, что не живете для Бога так, как раньше, может, вы узнали, что Бог реален, и вы хотите принять решение и посвятить Ему свою жизнь, помолитесь со мной такой молитвой. И скажите Ему, «Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь, сделай себя реальным для меня. Я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь». Сообщите нам, что вы смотрели нас сегодня, и мы отправим вам подарок. Вам понравится? Телевизионное служение «Хэмптон Роудс» существует по всему миру. Я бы хотел, чтобы вы приехали со своей семьей в нашу церковь. У нас есть замечательные программы для взрослых, для детей. Наши служения дают жизнь. Мы бы хотели видеть вас здесь. На экране есть все детали и адреса. Я бы хотел, чтобы ваша семья встретилась с моей семьей. Увидимся на следующей неделе. Желаю вам благословений. Мы приглашаем вас на наше воскресное собрание. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в «Хэмптон Роудс». Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в «Хэмптон Роудс» существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда верно. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться Ему и величать Его среди наших испытаний. Этот человек является любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог — твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok